Приветствую вас на канале Электрик от Бога. Если ваш свинцовый аккумулятор разрядился, будь то автомобильный или же аккумулятор из источника бесперебойного питания или насоса электрического или еще чего-нибудь, его нужно зарядить. В этом видео я вам расскажу основные простые способы зарядки свинцовых, как автомобильных, так и других аккумуляторов. Рекомендую досмотреть этот видеоролик до конца, потому что в нем я расскажу, почему не стоит заряжать свинцовые аккумуляторы вот такими штатными зарядными устройствами на 12 вольт, и какие очень оригинальные методы заряда свинцовых аккумуляторов существуют. Одним из этих методов я с вами поделюсь, а пока идем по порядку. Первым официальным способом, конечно же, считается использование зарядного устройства, на выходе которого есть 12 вольт и достаточно большой ток, чтобы аккумуляторы заряжались. Да, таким способом можно заряжать аккумуляторы, но ближе к концу ролика я расскажу, почему не стоит. Для тех, у кого руки не для скуки, существует импульсный блок питания, который прекрасно держит ток, стабилизирует напряжение и может послужить основой для самодельной сборки или самостоятельной сборки самодельного устройства, которое будет заряжать свинцовые аккумуляторы. Импульсный блок питания или электронный трансформатор – это хорошо, и можно его использовать. Кстати, в штатных зарядных устройствах именно импульсные схемы работают для зарядки свинцовых аккумуляторов. И раз то, что я держу в руках, является электронным трансформатором, то сразу будем говорить о втором методе, а точнее уже о третьем. Это о трансформаторном блоке питания, который можно сделать не из электронного, а из самого настоящего железного трансформатора. Если у вас в загашнике оказалась вот такая вот интересная и приятная штука, а это есть не что иное, как понижающий трансформатор, который прекрасно справится с задачей, чтобы напряжением в 13 вольт заряжать аккумулятор. Но к этому трансформатору надо добавить небольшой выпрямитель. Небольшой выпрямитель может быть сделан либо из одиночного диода, либо из диодного моста. В этом случае схема, питающая аккумулятор и заряжающая его, будет выглядеть так. Заряд аккумулятора через одинокий диод не так эффективен, как через диодный мост. Между прочим, эту схему можно адаптировать и низковольтную часть напряжения и тока можно регулировать с помощью тиристера. Надо будет добавить тиристер к диоду. А на управляющий электрод этого устройства, которое называется тиристер, можно приделать небольшую схему в виде конденсатора и переменного резистора. И тогда вы сможете регулировать ток заряда вашего аккумулятора. Учтите, что в такой схеме ток заряда будет выпрямленный однонаправленный импульсный. То есть мы будем заряжать аккумулятор импульсами. В случае лучшей эффективности или необходимости большей эффективности заряда, конечно, нужно применять диодный мост, в котором находятся 4 полупроводниковых диода. Также в этот диодный мост можно поставить тиристер для регулировки тока. Все это, конечно, хорошо, если у нас есть электронный или вот такой настоящий проволочный трансформатор. А если его нет, для снижения тока и напряжения прекрасно послужит вот такая вот обыкновенная лампочка накаливания. Между прочим, схемы на лампочке накаливания, которую включают в розетку 220 вольт и через нее заряжают свинцовые аккумуляторы, достаточно популярны. Я о них рассказывал не раз. Точно так же одной лампочки будет недостаточно. Для того, чтобы ток от розетки выпрямлялся на аккумулятор, нужно будет поставить диод. Чем мощнее лампочка, тем мощнее диод вам понадобится. Можно, конечно, применить и мостовую схему. И эти мосты диодные и эти диоды прекрасно справятся с тем, чтобы работать вместо трансформатора с вот такой вот лампочкой. При сильном токе на аккумулятор лампочка может даже светиться. Но чем меньше будет ток, тем более тускло будет гореть лампочка. Разумеется, если мы к лампочке добавим тиристер, то эту схему, этот ток можно будет регулировать. Мало того, с помощью тиристера можно будет сделать и ограничительное отключающее устройство. Такую схему я показывал у себя на основном канале, и если вам понадобится, вы ее обязательно найдете. Это еще один способ заряжать аккумуляторы от розетки и при этом не сильно заморачиваться со схемотехникой. Для тех, кто не очень хочет согреваться греющейся и светящейся лампочкой, могу предложить еще один вариант замены этой лампочки на вот такой вот обыкновенный конденсатор. Его реактивное сопротивление как раз поможет вам заряжать аккумулятор и при этом ничего не будет светиться. Но это только для тех, кто лампочки не любит. Помните, что используя конденсатор в качестве ограничительного сопротивления потоку или же снижения напряжения, вот такие выпрямительные схемы придется переделать. Параллельно выпрямительному диоду надо будет обязательно ставить либо небольшой резистор, либо небольшой резистор ставить на конденсатор, либо шунтировать диод выпрямительный конденсатором меньшей емкости, чем та, которая у вас будет рабочей. При этих условиях ваш диод не так быстро сгорит. Диодные мосты и теристоры в случае использования конденсатора в качестве сопротивления не рекомендую. А теперь, как и обещал, наверное расскажу самый оригинальный способ зарядки свинцовых 12-вольтовых аккумуляторов с помощью... Хотя нет, давайте для начала я расскажу, почему нельзя заряжать такие аккумуляторы с помощью штатных зарядных устройств, у которых на выходе 12 вольт. Дело все в том, что 12 вольт это низкое напряжение для свинцового аккумулятора, особенно автомобильного. То есть при напряжении 12 вольт автомобильный ваш аккумулятор практически разряжен. Для того, чтобы аккумулятор свинцовый, автомобильный, либо тот, который рассчитан на 12 вольт, вот такой вот, должен заряжаться напряжением 13 или 14 вольт. Ну, плюс-минус, значит 13,5 вольт. И 12-вольтовые зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов 12-вольтовых не подходят. Хотя, глядя на аккумулятор, мы видим прекрасно цифру 12 вольт, заряжать такой аккумулятор надо более высоким напряжением. Где же его взять? И вот тут я с вами поделюсь оригинальным лайфхаком. Взять это напряжение можно, ну, буквально от одной части вашего сотового телефона или смартфона. Вот такой запчасти, с помощью которой вы заряжаете ваш смартфон. Но все прекрасно знают, что на выходе такого устройства всего лишь 5 вольт. Давайте проверим. Давайте включим измерительный прибор и проверим, какое напряжение на выходе зарядного устройства. На выходе зарядного устройства даже чуть меньше, чем 5 вольт. Но правда, это зависит от того, какое зарядное устройство вы используете. Имейте в виду, что не все зарядные устройства сотовых телефонов одинаковы. Не знаю, как у вас, а по крайней мере у меня, таких зарядных устройств достаточно много. И для того, чтобы получить большее напряжение, мне достаточно сложить их напряжение вместе. Для этого мне потребуется самодельный шнур, с помощью которых я соединю USB-выходы последовательно. Ну, а оба устройства я просто включу в две параллельные розеточки. Это нетрудно, с этим справится даже детсадовский школьник. Включаем, втыкаем и будем измерять. Включаем вольтметр и подключаемся к выводам зарядных устройств, соединенных последовательно. Прекрасно видим, что напряжение оказалось равным вовсе не 10, а 13,65 вольта. Как раз то, что доктор прописал для зарядки 12-вольтовых аккумуляторов. Оказывается, эти устройства имеют свои некоторые секреты. И, будучи соединенными последовательно, отдают вовсе не 5 вольт плюс 5 вольт 10, а 13,5 вольт, что и показал прибор. Проверив самые разные зарядные устройства, соединяя их последовательно, я пришел к выводу, что не все, разумеется, не все такие устройства одинаково реагируют друг на друга. И что вот именно устройства, у которых ток на выходе 2 или 3 ампера для заряда смартфонов и пауэрбанков, именно эти устройства с мощным выходом имеют напряжение на выходе при соединении последовательно гораздо больше, чем 5 плюс 5. Оказалось, почти 14 вольт. Этим знанием я как раз и воспользовался, и с вами поделился. А на этом все. Пока. С вами был канал Электрика от Бога. Подписывайтесь на канал Электрика от Бога, и я расскажу вам еще множество нюансов и тонкостей электрических схем, о которых все вы, возможно, и знали, но давно уже позабыли. И да пребудет с вами электрическая сила.